Двух киловаттный обогреватель потребляет 200 ватт. Вы можете себе такое представить? Так вот, мы посмотрим, как переделать обогреватель и сделать сверхэкономичность. Всем привет, с вами Unreal. И сегодня мы посмотрим на обогреватели, которые сверхэкономичные, которые скрываются от народа, чтобы люди не могли экономить. Ну что, если я вас заинтересовал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будем начинать. Сегодня мы посмотрим обогреватель, который в 5 раз экономичней, чем обыкновенный. Для этого нужно переделать обычный двухкиловаттный обогреватель специальным проводом, а также добавить туда больше пластин, чтобы теплопередача шла гораздо лучше. При этом терморегулятор у нас остается тот же самый. Получается, что мы наполовину переделываем этот обогреватель. И он у нас начинает потреблять всего 200 ватт. Притом, не переделанный, он бы потреблял 2 киловатта. Вот такая вот арифметика получается, друзья. Сегодня я вам хочу предложить экономный электроконвектор. Такие электроконвектора потребляют мощность от 1 киловатта до 2,5 киловатт. И я вам хочу показать сегодня, как я переделал свой электроконвектор на 200 ватт. И вот вы видите в данный момент температуру, которую он выдает. Я вам расскажу и покажу. Значит, смотрим. Смотрите, электроконвектор, это уже я переделал его. Сейчас стоит электронный термометр. Как вы видите, температуру он выдает в данный момент 52 градуса. Сейчас я вам покажу его потребление. Потребление его, вот, 210 ватт, как вы видите. И вот термометр. Сейчас я вам включусь, покажу, что он действительно работает. Смотрите, я вытягиваю, сейчас температура будет падать. Вот пошла падать температура, как вы видите. То есть, я никого не обманываю, а показываю действительность. Значит, сейчас я сниму термометр, разберу и покажу, как я его собрал и сделал. И так, разбирается он довольно просто. Значит, смотрите. Вот один болтик откручивается, вот с этой стороны, вот второй. И крышечка вот так вот подергивается и снимается. Так, в одном из роликов я уже показывал, как в такой же конвектор я вставлял вот баночки. Они дают дополнительное тепло. Тем самым нагреваются баночки, нагревается площадь поверхности вот этой железки. И дает дополнительное тепло. Значит, баночки у меня, смотрите, с одной стороны вырезаны, с другой стороны отверстие для циркуляции воздуха. Но, кто не хочет ставить баночки, может не ставить. Я ставлю, так как это дополнительное, скажем, бесплатное дополнительное тепло. Теперь, по поводу самого усовершенствования, это даже не усовершенствование. Я взял кабель китайский углеродный, который большинство людей ставит в теплый пол. И намотал его, вот видите, как тут 10 метров. Намотал я его, скажем так, спиралью в одну сторону и, сейчас вы увидите, и в другую. Показываю. Вот таким вот образом я сделал. Теперь, по подключению. По подключению, смотрите. Раньше у нас два провода. Вот один провод, вот второй. Они были подключены у нас. Один сюда на ТЭН, второй сюда на ТЭН. Я же теперь подключил к этому проводу нагревательный кабель. В итоге у нас что получается? Мы изменили мощность, скажем так, уже не ТЭНа, а кабеля. То есть вместо ТЭНа у нас стал кабель. При этом всё, терморегулятор у нас остаётся в рабочем состоянии. То есть он будет выключаться в тех пределах, которые вы ему зададите. Вот так вот получается. Вот такая вот вещь. Она удобная, экономная. Экономия где-то порядка пяти раз проверенная. Проверенная, вот так я сделал. Даже с точки зрения физики данные вещи не противоречат природе и законам физики. Я вставлю ролик, где подробно с точки зрения физики объясняется, как это дело всё возможно и как оно работает. Четырёхсекционный экземпляр был передан нам для независимого тестирования. В нём нет жидкости. Нагревательные элементы из углеродных нитей рационально скомпонованы. А свободный объём заполнен теплопроводящим силиконовым компаундом. Нас в первую очередь интересовал его КПД, который по определению равен отношению мощности теплоотдачи к мощности потребляемой из электрической сети. Это отношение, как уверяет академическая наука, не может превышать единицу. Но давайте обратимся к фактам. Проблемая мощность мы измеряли сертифицированным бытовым ваттметром энергомер, который показывает, что обогреватель является чистой резистивной нагрузкой. Мощность теплоотдачи мы рассчитывали по стандартной методике. Контактная теплоотдача пропорционально площади нагретой поверхности и разности температур нагретой поверхности и воздуха. Вот коэффициент теплоотдачи. Радиационная теплоотдача пропорционально эффективной радиационной площади, в нашем случае это площадь передних панелей и боковушек обогревателя. И разности четвертых степеней температур нагретой поверхности и воздуха. Вот и излучательная способность. Температуру поверхности обогревателя, которая требуется для расчета мощностей обеих теплоотдач, мы измеряли с помощью тепловизора Мобер М8. При комнатной температуре, 20 градусов Цельсия, при напряжении в сети 230 Вольт и потребляемой мощности 607 Ватт, обогреватель разогрелся до 100 градусов. Сумма мощностей контактной и радиационной теплоотдач, отнесенной к потребляемой мощности, дала КПД 0,94. Мы выполнили аналогичные измерения для температурных условий, заметно отличающихся от комнатной. На слабом морозе, при минус 5 градусов, обогреватель разогрелся всего до 60 градусов, результирующий КПД составил 0,96. А в сухой парилке, при температуре воздуха 110 градусов, обогреватель разогрелся до 156 градусов, результирующий КПД составил 0,70. Полученные КПД совершенно правдоподобны, значит использованная методика не дает грубых ошибок в десятки процентов, когда температура обогревателя стационарна. Теперь применим эту методику для случая, когда температура обогревателя опять же стационарна, но он не включен постоянно, а циклически включается-выключается. Смотрите, после включения обогревателя, его поверхность начнет нагреваться не сразу, а с временной задержкой, которая требуется для того, чтобы температурная волна дошла от нагревателей до поверхности. С аналогичной задержкой начинается и остывание поверхности, после выключения обогревателя. Это время температурной задержки составляет в нашем случае минуту с небольшим. Если циклически включать-выключать обогреватель с периодом заметно меньшим времени температурной задержки, то температура его поверхности будет практически постоянна, а ее значением будет то, при котором нагревание и остывание компенсируют друг друга. Для условий комнатной температуры мы сняли временные зависимости нагревания и свободного остывания. Их производные по времени дали нам скорости нагревания и остывания, в зависимости которых от температуры поверхности обогревателя выглядят вот так. На основе этой диаграммы можно предсказывать стационарную температуру поверхности обогревателя для того или иного прерывистого режима работы. Если интервал включено, равен интервалу выключено, то стационарная температура поверхности будет та, при которой скорости нагревания и остывания равны. Это как раз точка пересечения наших кривых при температуре 67 градусов. Проверено. Если разогреть обогреватель градуса до 90, а затем перейти на прерывистый режим с соотношением интервалов включено и выключено один к одному, то температура понижается и выходит на названное стационарное значение. Если же интервалы включено и выключено не равны, то стационарной температурой будет та, при которой названное неравенство компенсируется обратным соотношением между скоростями нагревания и остывания. Когда интервалы включено, больше интервалов выключено, стационарная температура выше 67 градусов, а когда доминируют интервалы выключено, стационарная температура ниже 67 градусов. Для прерывистых режимов с различными соотношениями между интервалами включено и выключено от 4 к 1 до 1 к 4 приведены стационарные температуры обогревателя и соответствующие значения КПД, отложенные в виде столбиков. По мере все большего доминирования интервалов выключено, стационарная температура обогревателя становится все меньше и соответственно уменьшается теплоотдача, но потребление электроэнергии уменьшается быстрее и результирующая КПД растет, выходя на сверхъединицу. Этот результат не может быть следствием случайных ошибок, поскольку налицо четкая систематика. Если кто-то скажет, что мы систематически неправильно находили теплоотдачу, пусть сначала перепишет учебники и справочники и даст правильные формулы. Но если сверхъединичные режимы это факт, то он требует теоретического обоснования. И оно имеется. Обычно полагают, что обогреватель превращает получаемую им электрическую энергию в тепловую, которую затем передает воздуху, то есть работает как некий энергетический насос. Такой подход порождает недоразумение. Теплоотдача зависит от разности температуры обогревателя и воздуха. И при одном и том же электропотреблении теплоотдача может быть разной. Трудно объяснить, почему при одном и том же поступлении на вход насоса у него может быть различен выход. С позиции же новой физики, прирост тепловой энергии у тела и соответствующие увеличение его температуры происходит не благодаря поступлению у него дополнительной энергии извне, а благодаря перераспределению его собственных энергий в различных формах. Так что их сумма остается прежней. Когда при контакте горячего и холодного тел холодное тело нагревается, а горячее охлаждается, то никакой передачи тепловой энергии от горячего к холодному не происходит. Температура того и другого изменяется за счет перераспределения своих собственных энергоресурсов. То есть все происходит не так, а вот так. Но если у горячего и холодного тела превращение энергии происходит автономно, то они могут быть неэквивалентны. Здесь и разгадка того, почему КПД, находимый под традиционной логике, может превышать единицу. Закон сохранения энергии при этом нисколько не нарушается. А традиционные представления о теплоте и температуре здесь не работают, но это потому, что они устарели. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Пока-пока.